Приветствую вас, ребятушки и девчатки, с вами ученик 77, он же дядя Саша. Продолжаем играть в симулятор выживания The Long Dark. Уровень сложности Незваный Гость, режим просто выживания, играем за тётку. Зовут её Астрид, находимся в одинокой топе в пещерке. Поехали. Напоминаю всем, что 25 ноября... Жу-жу-ку, муравейники! Поэтому можете заходить во что же именно, играть во время этого стрима. Ссылка на группу есть к каждому видео. Ну, за исключением трёх видео про кошек. Там пока ссылок на мою группу в ВК нема. Ну, я сегодня сделаю, будут ли там. Так, ну что. Мы, значит, живём тут. В одинокой топе. В пещере. Стреляем волков. Оленей. Так, кстати, мне надо идти снимать с волчары шкуряку, да? Ну, пошли. Пошли снимать с волчары шкуряку. Пошли снимать. Сейчас найдём волчаку. И снимем с него шкуряку. Так, вот это пока можно бросить. Так. Гоу. Тут, наверное, холодно сильно, да? Но у нас здоровье почти 100%. Поэтому неприятность эту... То мы переживём. Я надеюсь. Неожиданно выросла трава. Ну, как неожиданно? Не совсем неожиданно. Но, тем не менее, выросла. Так. Так, так, так. Ещё мне надо сходить на подлокацию под названием... Ммм... Вид на топе. А вот и солнышко наше любимое восходит. Так, а я точно правильно полез вверх? А может мне надо было низом это обойти? Ладно, полез так полез. Ну да, можно было и низом, конечно, обойтить. Ну, ты полез наверх. А волк где-то тута. Где-то тута он. Вот тута где-то был. Не, не тута. А где? Надке... Над... А, вон, где вороны. Где вороны? Они же вороны. Кружат, они же кружат. Там валяется наш волчишк. Серый бочишк. Ну, пойдём, сходим к волчишке. Серому бочишке. Я бы даже сказал, волчишка серый и немного мёртвый бочишка, к сожалению. Ну, что поделаешь. Жестокая игра, жестокий мир. Приходится волчишек отправлять к прадчишкам. Так, соберём грибочки. Они нам могут пригодиться. Так, иди наш волчишка. Чичичичичичка. Где вороны? Тут он что ли валяется? Я же его где-то вчера видел. А теперь найти не могу. Нормально. Нормально. Где волк? Ах, вот он. У а ворона свалили. Что, всё, погода плохая, да? Нет. Стала плохая погода. Интересно. Какая температурность? Температурность минус 29. Ну что ж, смертельный номер. Снимаем с волка шкуру руками. И не минуемо теряем какое-то огромнейшее количество здоровья. Ух ты ж, нифига себе. Ладно. Ладно. Побёгли. Побёгли. Делать нечего. Побёгли. Не, погоди, грибы ещё возьму. Жаль, конечно, что так холодно. Не, ну кишки собирать не будем. А то слишком много потеряем процентов здоровья. Но нам не надо. Пошли. С нас хватит пока и шкурение. Кишков там у нас какое-то количество есть. Сейчас будет чуть потеплее. Снимем потом с него кишки. У меня там, в принципе, есть кишочки. И есть. Высохнуть будет нормально. Так, главное, погоди, погоди. Я сейчас здесь опять ногу себе подверну. Куда ты прёшь? Куда ты прёшь? Сейчас ногу себе подвернёшь. Угу. Так, значится, значится. Ещё пока не совсем середина дня. Ну, нормально. Сейчас надо идти на подлокацию. Наконец-то уже. А, ещё надо на топе сходить. Вообще, ещё надо в охотничью засидку сходить. Она здесь, по-моему, не очень далеко. А может и очень. Вот, в охотничью засидку сходить. Вообще пошляться по топе. Пособирать там немного тимофеевского камыша. В общем, дел много на сегодня. Погода бы позволила. И всё было бы класс. Так, это у нас там что с краешку? Костёрчик, да? Так, ну что ж. Давай сюда шкурчишку ещё одну кинем. Пожалуйста, получите шкурчишку. Так, это у нас что? 40% только. О, ещё долго ей как сохнут. Это 31, это 41. Это вообще 1. Ясно. Так, ну что, можем грибочки перетереть. Мы их много набрали. Давай. Заодно обогреемся. Может, погода наладится за это время. Хотя, конечно, вряд ли. Хотя, может и наладится. Чё, вряд ли тут. Так, вот с риском переохлаждения расправились. Вроде как стихла погодка у нас. Да? Так. Чё, выкинем, наверное? Чё, мне их с собой таскать? Так, 4. У меня есть с собой 3. Бросить, 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 бросить. Не, ветер заново зашумел. Так, а вообще у меня там мои портки уже да сильно поношенные. Наверное, скоро мне отсюда линять надо. А то портки мои все порвутся. А ткань у меня есть хоть сколько? Нисколько нет. Ну, конечно, я могу пойти на подлокацию. Но есть слабая надежда, что я там встречу ткань. Хотя, может, там и валяется какая-нибудь одежонка. Но на незваном гости сомневаюсь, сомневаюсь. Ой, сомневаюсь, сомневаюсь. Так, ну чё, пошли, согрелись. Я читал в описании, что на подлокации вид на топ никогда не бывает ветра. Вот сейчас мы это узнаем. Бывает там ветра или не бывает? Сейчас мы это узнаем. Так, солнце у нас, если чё, есть? Вроде было ещё. Или уже всё? Не, ну вроде как небо синее, голубое. Не, солнце есть. Ну, значит, мы там костёр разведём, согреемся. Мы сейчас пока туда придём, замёрзнем. Тогда там разведём костёр. Коль там написано, что никогда нет ветра. Сейчас мы узнаем, действительно ли это так. Или не действительно. Или всё это враги. И ветер там есть. Всегда. Сейчас, сейчас. Сейчас мы это узнаем. Пока, как видно, мы замерзаем. Достаточно стремительно. Потому что сколько там? Минус 29. Минус 23. Ну, тоже ничего так. Там могут ещё расти клёны. Или берёзы. Чё-нибудь растёт. В обязательном порядке. Уже начала дрожать. Я ещё не ушёл никуда. Ты уже задрожала. Ну ты, Маруся. Ну ты, Маруся. Так, палочки нам пригодятся. Мы там сейчас будем костёрчик сжечь. Греть. Своё жалкое тельце. А вот это чё, полумолодая берёза. Интересно. А нельзя такие деревья рубить? Полумолодые. Я такие вообще редко встречал. С ними нельзя никак повзаимодействовать. Типа срубить. Не, нельзя. Несмотря на всю их полумолодость, срубить ничего не получится. Чит-ся. Не получи-ся. Ну что ж. Не получи-ся. Так не получи-ся. А грибы здесь есть где-нибудь? Грибы. Э-э. Э-э-э-э. Чё-то не видать. Ладно. Так. Меня суды. Наверх. Так холодно, что даже больно. А больно мне, больно. Что так даже холодно. Да ща мы костёр разведём. И вообще всё будет ровно. Вообще ровнёхонько всё будет. Мать, не дрейфи. Не дрейфи. Не согреюсь, умру. Умру, не согреюсь. Логично. Я согласен. Когда умрёшь, трудно согреться. Так. Шиповничек. Это хорошо. Это нам пригодится. Хлобысь. Шиповничек собрать. Так. Теперь, значит, палка для костра. Шиповничек. Хлобысь. Угу. Так. Ух ты. Алендур стоит. Подкрадёмся к нему. Не будем стрелять и издали выпендрёживаться. Подкрадёмся к оленчику. Это ж такой подарок судьбы. Это же мясо. Это же мясо. Мясо моя. Мелькает и междеревьев. Сейчас я в неё стрелу свою всадю. Так. А куда это мясо потом пойдёт? Она, наверное, развернётся, да? Не. Пока ещё в скалу упрёт. Не. Разверачиваю. Вот отлично, отлично. Мясо хорошо действует. Теперь бы тебе нанести критический выстрел, доставляющий неминуемую гибель. Сейчас мы тебя куда-нибудь вот сюда вот в холочку засадим. Вот сюда вот. Вот сюда вот. Вот так давай. Хлобысь. О! Это был смертельный выстрел. Это был смертельный выстрел. Вот видишь, какой молодец. Нивый педрился, убил оленчика. Так. Но это ещё не вид на топе. Здесь ветер есть. Да. Причём нормальный. Пошли дальше. Пошли дальше. Главное, чтобы метель не началась капитальная. А то я отсюда не вернусь. А то я спальник не взял. Спать не будет негде. И снежное укрытие мне не с чего построить. Да. О, здесь кролики гонзают. Мне бы кролика чпокнуть одного. А то у меня проблемы с черпятками. Ну мы можем... О! Чик. Я присел. Нет. Мы можем кролика всё-таки стрелой стрельнуть. С камнями. Ну её на. Я тут полгода буду и за ними камнями гоняться. Ух, как я уже сильно покосался. Наверное, от костра развести. Согреться, а потом заняться кроликами. Да, а то ловли кроликов хорошее, конечно, дело. Но может довести тебя до цугундера. Угу. Так что давай мы разведём костёр. А потом займёмся кролами. Кралы никуда не денутся от нас. Это факт. Так, это ещё не подлокация, вид на топ. Сколько тут новых грибов везде растёт, а? Вот тут, на моё счастье, есть палки. В большом кэлычестве. Так. Тымс. 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 Так, ветер стих, как мы слышим, да? Да. Но это ещё не вид на топе. Над кем летают вороны? Тут над кем-то вороны летают вроде. Опа-на, я солнце прозевал. Я прозевал солнцу. Твою ж за ногу. Я прозевал солнцу. Глянь, глянь, как её затянуло. И чё, сейчас дождяка. Снежака пойдёт, да? Вот, вид на топе. Вот здесь и нет ветра, да? Вот тут клён растёт. И олень валяется, мёртвенький. Угу. Ну, ветра тут, конечно, нету. Но ничего и не написано насчёт защиты, не защиты. Здесь где-то есть полое дерево. Полое дерево. Так. Вот она она. О, какое большое полое дерево. О, опять крекер. Ух ты, жилет поношенный. Нифига себе. Нифига себе. Чел валяется дохлый. Дрова лежат. Слушай, какое здесь дерево большое. Здесь, по-моему, вообще жить можно. Офигеть. Офигеть. Чё ж я сюда спальник-то с собой не принёс, а? Надо же было спальный мешковину притащить. Так, ну что ж, придётся опять портить наше огниво. Никак я не могу... Ай, зачем я стал разводить об этом? Надо было палку. Никак я не могу, блин, солнцем воспользоваться. Шо это такое, а? Всё солнце мне не позволяют использовать. Один раз, по-моему, только развил при помощи солнца костёр. Была хорошая погода. Взял всё, затянул каким-то не пойми чем. Да, дерево здесь серьёзное, в нём реально жить можно. Очень большое. Наш какой-то жилет спортивный нашли. Так, костёрки, дрова и дрова. Давай пока палок накидаем. Так, палок накидаем. Прекрасно. Теперь что там у нас? Грибов и никаких не собрал или собрал? А я шиповник собрал. Не, ну шиповник мы не будем пить. Мы его оставим, ещё его приготовим и оставим. Да. Сейчас чуть-чуть водички себе затопим. Литрушечку. А вот чайок режешь и подогреем. И пойдём... И пойдём не знаю куда, куда мы пойдём. Да, наверное, с оленина пойдём мы там всё снимать. Мясо, шкуры. Ну, сначала можно мясо приготовить его здесь. И с собой потом поташить. Да. Так, значит, сейчас мы приготовим вот это. А то я сейчас, когда с горы буду спускаться, получу какой-нибудь вывих пяточного нерва себе запросто. Так, а чайок режешь и... Нет, кофе не нужна. Чай режешь и мы разогреем. Разогреем. Так, всё разогрели. А где он тут у нас? Так, это холодный. Это горячий. Это горячий. Выпьем его. Выпьём. Так, выпили. Согрелись. Хватанули хвакил. И пошли. Тут какой-то опять туман, что ли? Значит, не пойму. Ну ладно, это не важно. Так, этот олень нас не интересует. Усопший давно. Нас интересует наш олень, которого мы усыпили. А он где-то подальше. А, ещё я хотел в кроликов. В кроликов поохотиться, да? Ладно, сейчас сначала с оленем. Потом с кроликами. Где тут олень наш? Олень! Где-то я тут его хлопнул, да? Так, 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 так. Так, вон он, он валяется. Вон он, он валяется. Болезный. Так. Олень. Одна ШТ. Так, давай мы с тебя возьмём килограммчиков пять миска. Не, да не руками, конечно, а ножичком. Шурукаем мы тут околеем нафиг. А нам это мало интересно. Так. Так, ну давай заберём оставшееся миско. Так, погода весьма благоприятная. Пока. Смогли собрать с оленя всё миско. Это здорово. Так, теперь надо найти, где мы были. Потому что вообще ничего не видать. Вообще ничего не видать. Так, ну мы были где-то тута. Определённо где-то тута. Или не туда пошёл. Не, не туда пошёл. Не туда пошёл. Нет, не туда. Тебе надо вот сюда. Повыше. Ну, бывает. Гля, погода-то какая. Ничего не видать. Туманище. Туманище, конечно, хорошо. Это значит тепло. Но, блин, это значит ничего не видать. Так, палки, палки, палки. Надо собрать палки. А это тоже полое дерево? Нет, это просто очень толстое дерево. Ну, вот мы в таком же сейчас сидели только что. Так, ну слышим, слышим ворон. Значит, рядом. А рядом наш лагерь временный. Так, блин, что-то туманы достали. Ну, это что, болото? Что ты хочешь? Вот тут и туманы. Вот тут и туманы. Так, вот не кролики. Кролики наши, друзья. Вот не грибы, рейши. Растут тут обильно. И по многу. Сейчас мы их немного соберем тоже. Так. Собираем. Так, клен, клен. Не забыть клен собрать. Собрать клен. Что-то клен. Это лук. А лук тоже нужен. Так, где-то я тут палки только что видел. Вот одна. А то мне там еще готовить оленину. В большом количестве. Так. Ага. Вот клен. Вот вид на топ. Что? Растяжение. Да твою ж за ногу, а. Растяжение. На ровном. На ровнейшем месте получил растяжение. Не, надо поменьше бегать. Не, надо поменьше бегать. Ну, слава богу, есть шиповник. Сейчас выпью. А что? А вдруг волки? Я даже слуг в них пострелять не могу. Вот. У нас тут все дела. Костерок. А мы вам палочки принесли. Так. Ну, давай одну оленинку приготовим. Сожрем. Ну, и, наверное, выпьем, блин, этого. Как его там? Так, сейчас пока сырую здесь бросим. Так, а то у меня не уже много оленины. Бросить, 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 бросить. А вот эту мы давай съедим. Так. И где наша? Мы же спать не можем. А, давай его потом подогрею сейчас, чтобы опять идти. Тогда горячее выпьем, чтобы зря не пить. Давай, пока потерпим. Так, не понял. А, это был маленький кусок оленины, то, что я сожрал сейчас, да? Или что-то не то? Я вообще не понял, что я сожрал. Я что, сырую сожрал, что ли? Не понял, что я съел, но не важно. Или это какой-то маленький кусок я съел. Да нет, было написано приготовленное. Так. Я надеюсь, погодка наладится. Чтобы был не такой сильный туман, когда я назад попру. Хотелось бы не такой сильный туманчик. Так. Ну, мясо мы, конечно, себе наготовили. У нас вот дофига вообще теперь. Мясо... Обожраться. Просто-напросто. Ну, воды еще надо. Воды, воды, воды. Так. Нет. А, да, все, отлично. Туман развеялся. Хорошо. Хорошо. Где тут моя оленина? Блин, столько оленины. Я столько не донесу. Мне же как-то надо кролика же замочкануть. Как мне замочкануть кролика? С лука. Ну, попробуем с лука. Так, я, наверное, тогда все оленину сейчас не попру. Я потом за ней схожу. Пусть здесь остается. Пусть остается здесь. Или все-таки попереть. Можно, конечно, и попереть. Ладно. Попру. Уговорили. Так, а там тем временем ночь. Ночь, ночь, ночь. Приближается ночь. Да. Так, так, да. У нас костру еще три часа. Ну, давай я три литра воды зафигашу. Чего ему зря гореть? Мне вода нужна. Так, только надо попить воды, да? Да. Давай чуть-чуть хлебнем. Харе. Так, ой, там снег начинается. Или что-то собирается начаться. Надо, наверное, отсюда сваливать. А то мне еще шкуру с оленей снимать. Да. Сейчас вообще тьма наступит. Так. Так, ох-ох-ох, ох-ох-ох. Ой, все, я сейчас не дойду. Я не дойду. Так, тогда придется, наверное, все-таки оленину тут кинуть нафиг. Да. Так, давай, чай из шиповника, а то мало ли что. Все, я не дойду. Гля, гля, там замело. Ой-ой-ой, наугад теперь дорогу придется искать. А там и темнота, и метель, и твою за ногу. И твою за ногу. Так, ну факел, естественно, сейчас сразу погаснет. Пока еще не очень темно. Не, все, уже очень. Ладно, все, пошли. Та оленина пусть остается. Хотя какой у меня вес? 31. Так, а зачем тебе сюда возвращаться? Ну, кроликов половить. Кроликов половить. А может, я их сейчас половлю. Не, возьму все. Жадность, она такая. Она никого в покое не оставляет. Дайте мне еще один факел. Вот если бы принес сюда с собой спальник, то мог бы здесь пероночевать. Чего не принес? Да я что-то подумал, что здесь особо ночевать не получится. Думаю, где я тут спать буду? О, кролики. Чего, попробовать мочкануть кролика? Да сейчас попробую. Сейчас попробую. Как-нибудь на ударную позицию выйду. Шкурка мне не повредила бы, а то у меня там рукавички поношенные. Блин, я не вижу почти этого кролика. Вот в чем проблема. Так, кролик. А, вижу тебя потихоньку, брат. Вижу. Сейчас мы как-нибудь тебя пристрелим. Сейчас мы тебя как-нибудь пристрелим. Так, где ты там чешешь? Нет, надо как-то круче к тебе приблизиться. Как-то круче к тебе приблизиться. А ты тут один или еще есть? Так, он стрякача дал, да? Нет, не дал. А я же не встал. А я же не встал. Нет, так не пойдет. Так, он развернулся. Блин, этот пар, который я источаю. Отлично. Отлично. Ты снайпер, дядя Саша. Мочканул бедного несчастного кролика. Так, ну что ж, пошли. Теперь дело за малым. Дойти живыми нам. Дойти живыми. И желательно не очень вредимыми. В плане всяких там волкозавров. Но вот этого я уже не обещаю. Этого я уже не обещаю. Скоро придется отдохнуть. Скоро нам придется бой принять. Я тут еще каких-то кишков собрался брать. Или шкур. А может не будем жадничать? Может потом сходим? Со спальником сюда сходим. Ну, я не знаю. Если потом, тогда мясо здесь надо оставить. Так, какая там у нас температура? Да показывает, что капец. Да не, наверное, сейчас я с него брать ничего не буду. Не, 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 пошли. Нафиг такую жадность. Нафиг такую жадность. Тогда давай немножко мяска здесь все-таки оставим. Так. Раз, два, три. Четыре. Все. Пошли. И воды немножко. Так, бросить. Ну, давай. Пару литров бросим. Все, со спальником сюда вернемся. Или без спальника. Но вернемся. Ну, и тогда надо возвращаться поскорее. Желательно по утру. Потому что будет все пропадать, протухать, исчезать. Ну, сейчас я вот здесь, если я растяжение не заработаю, пяточного нерва, и все будет со мной нормально. Ну, вообще, в такую погоду самое растяжение зарабатывать. Потому что вообще ничего не видно, куда переть. Блин, надо на топе идти еще шиповник собирать. У меня вообще нечем растяжение лечить. Там шиповник-то еще есть. Ой, я вообще ничего не вижу. Я вообще ничего не вижу. Ха-ха-ха. Вообще не... Ой, я думал растяжение. Это ладно, это мы дойдем. То, что там замерзло, это, конечно, плохо. Так, давай вот здесь поднимемся, напрямую по бугру. А то там потом какие-то сильные скосы. Да, темноте, неусталость у нас еще капитальная. Капитальная. Так. Так, так, так. Ох, вот тут я неправильно пошел. Я сейчас на этом буру как раз растяжение себе заработаю. Вообще не вижу, куда идти. Вообще ничего не вижу. Это, ребятушки мои, жадность. Жадность. Губящая фраеров. Да. Сейчас поморозюсь весь. Покоцаюсь. Но зато притащу, понимаешь ли, мяса много. Угу. В норку. Мясо в норку. А как же. Первым делом. Воронку отполетели. Вы с ума суши сошли, по ночам летаете. Вообще с ума суши сошли, по ночам летаете. О, погода наладилась. Прикольно. Я в самую метель шел, а она наладилась. Хм. Интересное кино. Интересное кинцо. Так, а вот уже, собственно говоря, моя пещера. Вот моя пещера. Да, все хорошо, только у меня там тьма полная. А мне светить-то нечем. Хотя у меня, по-моему, есть какой-то факел. Я ж ночного образа жизни-то не веду. Да, я лампут оставил в лагере браконьеров. Ой, как тут темно. Как же мне здесь найти свой этот? Ой, как его там? Кого мне найти? Ну, спальный мешок, как мне найти? Так, ну, будем ориентироваться на вход. И искать спальный мешок. Как-нибудь найдем. Так, а вход где? Вход, вот он. Спальник где-то был вот здесь. Так, и где-то здесь. Спальник. Спальничек. Спальничек, отзовись. Так, вход, вход, вход. Где вход? Так, о, я стал видеть в темноте. Нифига себе, что, пригляделся и начал видеть в темноте? Вот шкуры. А вот спальник тут должен быть. Палка. Спальник же где-то рядом. О, спальник. О, нормально, начал видеть в темноте. Прикольно. Так, значится. В темноте видеть это хорошо. Но надо немного хлебнуть. Что там нам жрать надо? Давай пожрем. Из кролика шкурень снимем. И бросим ее на просушку. Так, кролик. Собрать. Собираемся руками, естественно. Не, руками. Не, руками. Вот, собрали. Так, теперь еще, значит, что? Шкуру выкидываем. Бросить клен. Бросить кишки. Бросить. Мясо, так уж и быть, утром отнесем. Будем дрыхнуть. Так, пьем. И спим. Девять часиков. Или отнести мясо. Ну, давай отнесем. Давай отнесем. А, бегать не можем, да? Бегать не можем, я понял. Так. Все, здесь уже холодно у нас. Значит, мясу бросить-бросить. Все. Теперь ровно идем назад. Должны прийти к спальному мешку. Так. Куда мы там пришли? А, мешок вот он. Мимо пришли. Так. Все, значит, спим. Девять часов. По традиции. Так. Нормально. Приключения пережили кое-как. Так. Наверное, за оленем сейчас сразу не побегу. А схожу сначала на топ. Так. Что там у нас? Утро какое? Еще раннее. Схожу сначала на топ. На топ. Давай вот этот сожрем полностью кусок. И на топе пособираю шиповничка. Да. Так. У нас воды здесь много? Да есть небольшой запасик. Так. А мы еще поспать можем, да? Давай поспим. Сон нам не повредит. Так. У меня там мешок спальный уже прилично покоцанный, да? Его тоже чинить. Его тоже чинить. А я тут собрал какую-то шмотку. Шмотка. А что она из себя представляет? Жилет пуховой. А если его собрать, с него сколько будет? Только одна ткань, да? Ну, соберем. Соберем. Хоть что-нибудь себе починим. Так. Почапали. Сейчас в миска сожрем. Какого-нибудь приготовленного. Так. Нормально. Нормально. Пошел собирать шиповник. Тут холодно. Да, сильно холодно. И такое ощущение, что идем прямо на ветер. Как-то медленно идем. Давай быстрее. Так. А сколько у нас здоровья процентов? 81. Блин, минус 27. Холодно очень. Ну ладно, почесали. Там где-то по прямой будет шиповник. Где-то приблизительно по прямой. Сейчас мы тут еще немного почалимся, как шкуры у нас все высохнут. Ну, или не все, или больше их часть. Так, отронемся в обратный путь. Пойдем на ферму. Но на ферме нам делать нечего. Зайдем в пещеру. Заберем там, что, шкуры какие высохли. Что-нибудь себе починим. Если тут все не перечиним. И попрем в железнодорожную ветку загадочного озера. Сначала на ремонтную площадку. А потом, как он там называется, в охотничий домик. Так, вот наша Тимофеевка. Точнее, это не Тимофеевка. Это просто трава. Просто трава. Тимофеевка вон. Но она пока нам не нужна. Пошли вон туда. Так. Это просто трава. Это тоже просто трава. Тимофеевку я уже здесь всю собрал. Впереди, может быть, будет немножко. Так, что, все, стали замерзать. Да, надо поторапливаться. Ну, ничего, назад пойдем против ветра. Будет попроще. Так, тут у нас ничего, ничего. Где-то тут они должны быть, эти шиповники. Они тут не могут не быть. Должны точно быть, я знаю. Должны. Так, это махи. Так, это махи. Вон, по-моему, там я впереди их вижу. Так, кустарник нам не нужен. В крайнем случае, палки или Тимофеевка. Кустарник не катит. Его ломать долго замерзнем. Так, а я вообще вот в этих краях, по-моему, ни разу не был. Сюда я не заходил. Что здесь вообще происходит? Что вон там есть, не знаю. Да, я там не был ни разу. Надо, наверное, туда сходить. А я сейчас замерзну. Ну и что, костер там разведешь. А как? А солнце есть? А есть. Значит, найти место, где защита от ветра. Слушайте, пошли, правда, туда сходим. Время еще дофига. Правда, я опять не взял с собой спальный мешок. Да, опять не взял. А надо было взять. А я опять не взял. Так, что это такое? А это, значит, у нас трещины в льду такие, да? Интересное кино. Он весь так расчерчен? Не весь. Я думал, весь. Так, давайте займемся исследовательской деятельностью. Вон, никогда не был я в том краю. Мне бы потом дорогу найти назад. А то сейчас заблудюсь. Исследователь. Деятельный. Да, могу я. Не, на чё, назад. Мне вон туда идти. Вон где пеньки. Куда-то вот туда вот. По прямой. Или вот... А, не, вон туда, на пригорок. Да, вот. Вот так вот. На эти скалообразные камни. Мимо того трупака оленя. Так, ладно. А не живут ли в тех местах какие-нибудь медведи? Волки-то хрен с ним. Волки нам не страшны. Вот как-то медведи больше не нравятся. С ними как-то сложно договориться. Они вечно... У них одна мысль. Или переться туда со спальником. Сейчас вернуться, отлежаться. И переться туда уже со спальником. А зачем он мне нужен? Ладно, пошли без спальника. Пошли без спальника. Пошли. 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 Так, лед непрочный. Можно тут перейти? Ух ты, что я уже за ногу. Да, лед непрочный. Лед непрочный. Блин, такой маленький участок, а уже непрочный лед. Такой маленький и непрочный, да? Так, а что, вон у нас этот лагерь контрабандистов торчит. Лагерь контрических бандистов. А здесь лед тоже непрочный, да? Нет, здесь лед нормальный оказался. Так, хорошо. Идем туда, не зная куда. Идем туда, не зная зачем, да? Да, очень интересно. Очень интересно. Ну, что поделаешь. Не живется нам. Не сидится нам на попе ровно. Нас вечно куда-то несет. Вот так коцаешься ты, дядь Саш. И в случае с рукопашной сволкообразностью ты уже не имеешь особенного преимущества. Да. Это вон лагерек. А, ну это и надо... Это отсюда можно прийти поглубже. Слушай, там у меня лампа. Я тут около лампы нахожусь. Зайти за лампой или нафиг она нужна? Вот это я недалеко от лагеря контрабандистов оказался. То есть каких контрабандистов? Что ты полетешь, браконьеров? Каких контрабандистов? Каких контрабандистов? Угу. Контрабандисты здесь живут, да. Переправляют незаконным образом древесину. Контрабанда древесины. Сюда причем переправляют. Сюда ввозят незаконно древесину. Тут недостаток древесины. Они незаконно ввозят. Так, ну а что? Я сюда припер, а здесь ничего интересного. Здесь ничего интересного. Вон какой-то завальчик впереди и все. Куча палок. И ничего особенного. И ничего особенного. А что я здесь хотел увидеть? Ну, грибы вот растут. И все. Так, а где бы мне найти защиту от ветра? Вот здесь есть защита от ветра? А здесь? И здесь нет защиты от ветра. А, есть. Есть вот здесь, да? Сейчас же был значок. Во. И что, мне здесь получится костер развести? Слишком далеко. Так, а что у меня здесь ловит свет моя лупа? Или хренушки? А, ловит. Ну и прекрасно. Разжигаем тогда. Разжигаем тогда. Надо срочно греться. Пока капец не наступил всеобщий. Ну, сейчас погреемся. Соберем немного грибов. Да, назад почешем. Что нам тут делать? Делать нам тут нечего. Как выяснилось. Зря приперся. Ну, что поделаешь. Ну, тот завал впереди интересует. Сейчас я к завальчику схожу. Костер разведу, согреюсь и схожу. Он к тому за-за-за-завальчику. Что там в за-завальчике интересненького такого? Может, там что-нибудь интересненькое? За-завальчике. Сейчас я туда и схожу. Просто я здесь никоды не был в этой... Вот конкретно в этом месте локации. Так, нет, давай сначала палок накидаем. Бонарь. Бонарь. Да, давай разрушенный закинем. Хотя от него толку никакого. Ну, хрен с ним. Пусть горит. Так, минус семь, минус шесть. И все, да? Минус пять. Так, ладно. Пока этого мало. Давай мы здесь соберем. Здесь, по-моему, что-то валялось. Есть здесь какие-нибудь палки? Кедровые дрова припасем. Жалко. Так, вот одна палка. Вот другая палка. Так, что тут у нас еще есть? Еще палки есть? Я думаю, тут еще волки есть. Насчет палок не знаю. А волки точно есть. Волки есть, я думаю, да. В обильном количестве. Так, ну пошли, 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 пошли. Пошли, пошли. Сейчас согреемся. Что там у нас? Сколько здоровья? Да здоровья мало. Ну и фиг с ним. Если в рукопашную не вступать, то нам хватит. Так, костерщик наш. Так, костерщик наш. Пока он нам дает только минус. Плюс не дает. Добавить, 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 добавить. Так, что там у нас? Минус по-прежнему, да? Не, плюс один стало. Плюс один. Гореть ему час сорок девять. Ну давай, нет, три литра нам не надо. Натопим один литр. Натопим один литр. Хотя, конечно, как мы видим, температура прирастает крайне медленно. Придется расставаться с кедровыми дровами. Придется. Ой, придется расставаться с кедровыми дровами. Ну ничего страшного. Расстанемся. Так, давай, дрова кедровые. Бымс. Так, что-то мы можем разогреть. Можем разогреть чай рейши. Разогреем. Хлебнем. И сейчас пойдем пособираем другие грибы. Один чай выпьем, другие пособираем. Да. И за счет этого мы, возможно, не очень резко замерзнем. Ну, возможно. Так, кострок горит 2 часа 43 минуты. Хорошо. А грибы где-то были тут совсем недалеко. Далеко ходить не придется. Они вот, они рядышком. Причем в таком большом количестве, аж 6 штук их тут растет. Ох, ветер-то дует, а. Ох, дует, а. Ты что так дуешь-то сильно? Вообще прям так шумит. Аж, аж на ухи давит. Берем. Это тоже берем, естественно. И этот, естественно. Так, все. Все. Пошли назад. Назад пошли. В норку. В норку. Так, сейчас мы тут согреемся. Все, у нас еще палка одна появилась. Так, ну что, перетираем грибы. Пока костерчик там наш потихонечку горит. Перетираем. Перетираем. А, у нас еще шиповник появился. Ой, шиповник надо обязательно, обязательно шиповник. Давай, давай шиповник. Потому что, блин, без шиповника нам вообще вилы. Вилы. Потопе надо еще пошляться шиповник пособирать. Там его много растет. Так, грибов уже этих понасобирал. Все эти можно перелечить. Как их там? Кишечные паразиты. Много раз можно вылечиться. Сколько я уже грибов тут собрал. Так, сейчас мы грибов наделаем. Еще немножко водички разогреем себе, натопим. И почешем. Назад. Да, водички нам надо, потому что мяса у нас дофига. Так, а еще кто-то хотел сходить за шкурой, да? Да, там же олень валяется. Там же валяется олень беспризорный совершенно. Да. И надо идти за шкуренью. Вода нужна, понятно. Ну, давай два литра. Успеет два литра приготовиться? Успеет. За шкуренью олень же на GT, Шуурик. Шуурик, у тебя там шкурень, олень, я... Так, ну... Если завтра схожу, ну, в смысле, по игровому дню, то еще она будет годна к просушке. Она там только сушки, сутки пролежала. А сохнет он не дюже долго. Должно... Должны успеть. Должны. Предполагаю, что успеем. Так. Разогреваем рейшу какую-нибудь, а то уже наверняка все поостыло. Так. Разогреваем рейшу. Бегом назад, пока опять какая-нибудь метель не началась. Так. А то, я гляжу, уже что-то порхать начало. Так. Какой из вас горячий-то? Вот это что ли? Давай! Пока метелька не началась, надо чесать отсюда. Так. Бери факел. А то, смотри, 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 метель начинается. Я хотел вот сюда заглянуть. Что здесь интересного? Кроме волка есть что-нибудь интересного? Температура. Температура средняя. Тут вот я какой-то завал видел. Что здесь за завал? Не живет ли там медведь? Да тут не завал, тут просто ветка дерева поломанная и все. И больше ничего интересного, да? А, нет, есть интересный клен растет. Опа-на. А вот где-то и волк. А где он? Я его не вижу. Так, ладно, лук берем. А, вон он он. Так, волк, на тебе мясу. Вот ты нарвался и на волчаку, дядь Саш. Молодец. Молодец. Так, волчака, вообще ты мне нафиг никуда не впился. И от тебя опять отлетела стрела и поломалась. Вот это да. Вот ен-то да. Так, ну он же сейчас вернется, да? Да. Вернется. Так, ну что ж. Нормальные герои всегда идут в обход. Нам теперь как-то надо идти, чтобы мы были не среди этих деревьев. Потому что он убежал куда? В деревья. В деревья. Что мы там еще пока не замерзаем? Не замерзаем. Потому что он нас сейчас будет атаковать. Или он убежал на эту. Куда он убежал, меня больше всего интересует. На топь или в лесок он скрылся. Это не он, это не он. Куда эта падла скрылась? За скулища. Так, это у меня уже третья струна. Стрела сломалась. Да, нормально. Так, падла куда убежала, не знаю. Куда-то убежала. Куда-то убежала. Там вон целых две падлы бегут. О-о-о, ребят. Это нам не катит. Две падлы нам не катят. Вообще никак. Не, никак не катят. Это вы, конечно, ну вас. Мне надо обогреться. Выпить чашечку кофе. Принять вам. И только тогда я с вами буду тягаться. Потому что вы уже крутые парни. Что подвое. Тем более я вон сейчас замерзну. И у меня не так много жизни. Вдруг дело дойдет до рукопачной. И я проиграю нафиг. У нафиг. Усё проиграю. Проиграю. А я говорю, я проиграю. Не. Не сегодня. Не сегодня. Сегодня не. Не сегодня. Сегодня не. Maybe другой раз. Мы с вами сойдемся. Как-нибудь рукопачную. Или другой вид боя. Но не сегодня. Не сегодня. Сейчас я пока по островкам попрыгаю. Поищу шиповник. И приду к себе назад домой. Если не заблудюсь. Если не заблудюсь. А я могу и заблудиться. Запростом. О. Шиповник. Здравствуй шиповник. А я тут такой иду. Короче. Думаю шиповник что ли собрать. Хлобысь. Так. Палки. Палки пригодятся. Палки пригодятся. Так. Давай-ка на изготовку лук. Потому что сейчас откуда-нибудь волк зубами. Халк. И все. И хасталависта бэби. Как говорил дядя терминатор. Сразу наступает хасталависта. Да. Так. Это тоже нам пригодится. Мало ли какие времена наступят. Ну с собой в переход можно взять Тимофеевке. Она мало весит. И кое-какой дает привар. Привар кое-какой. Так. Я что там говорил. Мне вот на тот камень надо идти. Да. А здесь что. Мне наверное здесь по дереву переть. Да. Потому что здесь же у нас непроходимое болото. Так. А как на него подняться. С той стороны. На тебя с той стороны подняться. С какой стороны на тебя вообще можно подняться. На тебя вообще можно подняться. Вот здесь. Зря выпендривался. Ну походу да. Интересно. А если с дерева упадешь. Сразу утопнешь. Да. Сразу лед поломается. Так. Ну вон вроде те мои камни. Мне вроде туда рулить надо. Я еще даже не замерз. Ох. Удивительно. Я еще даже не замерз. Ну что ж. Это здорово. Так. Нашел я значит еще один клен. Не березы конечно. Лучше бы конечно находить березы. Ну в общем толк от того. Что я сходил вон в тот закуток. Это что я там немного напугал волка. А он немного напугал меня. И нашел один клен. Ну и немного грибов собрал. Конечно лучше бы вместо грибов собрать столько же шиповника. Для лечения вывихов. Слушайте. Ну шиповники ж они не бесконечны. Да. Их тоже надо беречь. Если я планирую долго и счастливо жить в этой игре. А шиповники рано или поздно кончатся. Как же потом с вывихами бороться. Никак. Сразу в домик линять и дрыхнуть. Ну только так. Да. Только так. Значит надо и шиповник расходовать тоже умеренно. Не пить его почем зря. Так холодно что аж не чувствую ничего. Ха-ха-ха. Насмешила. Дурочка. Сейчас отогреешься. Так где поломанные деревья? Где наши пещеры? Вот здесь она по-моему прямо. Прямо по курсу. Ну да. Вот поломанные деревья. Сейчас отогреешься. Что ты цыкаешь? Сейчас отогреешься. Мне сейчас сейчас уложу в спальничек. Кстати спальничек надо чинить. Ну короче пора собираться в дорогу. За оленем схожу. Сорву с него шкуру. Сорву с него маску. Шкуру. И надо идти на железнодорожную ветку загадочного озера. Там найдем себе ткань и будем все чинить. А то и спальник уже коцанный. Да. Ну да. Напилим там нашей ножовкой как его там металлического лома. Вот. Это приготовленное. Приготовленное. Это приготовленное. Прекрасно. Уже сумерки. Скоро наступит ночь. Логично. Так. Петок тут сколько-то притащил. В копилку. Ай да их мало. Так. Скоро у меня огнивы кончатся. Скоро кончатся. Так. Клен вот сохнет. Клен вот сохнет. Давайте я сюда тоже клен сейчас брошу сохнуть. Так. Вот он он. Бросить. Так. Можно сюда накидать. Что там я воды с собой много принес? Воды. Да не. При мне пусть будет. Так. Бросить. А чё я бросать? Пусть со мной тоже будет. Давай немного рейши выкинем. Да хотя чё я выкидывать? Пусть тоже со мной будет. Хотя ладно. Давай бросить. 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 А то ещё надорвусь рейшами. Да. Дядь Саша надорвался рейшами. Так. Это у меня тут шкура сохнет. И кишки. Давай сюда её. Чик. Корольчачья тут ещё шкура не высохла. Нет. Грибы мне не нужны. Мне нужна шкура. Шкура крокодила. Свежая. Интересно. У меня там шкура минведи высохла или разрушилась? Так. 60. 84. 59. 68. Так. Это волк 60%. А он там сколько? 7 дней, да? Ага. 7 дней. Это получается 50% 3,5 дня. Ну, короче, ещё дня 3 тут надо чалиться. Ещё дня 3 тут надо чалиться. Ну, в принципе, жратвы у меня полно. Вода есть. Сейчас палок насобираю. Сделаем себе потом опять воды, если надо будет. Продержимся. Продержимся. Ничего страшного. Нормалёк. Так. Доедаем всю эту мелкую... Мелкую хренатень. Ну, эту давай тоже сожрём. Нам, в принципе, 2 приманки хватит. Так. Вот, значит, эту тоже пьём. Так. Надо проконтролировать свои штанцы. Не, не сюда. Так. 31, 31. Угу. А чё там у меня с инструментами? Так, стрелы. Давай я их себе соберу. От них никакого толку от поломных. Три стрелы поломал. Ну, зато все наконечники остались при мне. Что неплохо. Совершенно. Ну, и берёзок у меня насохло. Ну, в принципе, можно сделать стрелы там. На загадочном... На железнодорожной ветке. Если у меня вот эти 3 останутся, стремят, я уже туда как-нибудь дойду. Да, тем более 2 вообще целых. Единственное, что я их могу потерять, конечно же. Да, это возможно. Я могу их потерять. Так, лук пока в нормальном состоянии. Ну, если можно с собой тоже клинок какой-нибудь взять, наверное, возьму. Там досушу. И лук там обновлю. Этот клён сколько высох? Это вообще 1%. Это я вот только притащил, да? А вот этот клён чуть подольше сохнет. Этот 15%. А ему сколько? 5 дней сохнуть? Ему сохнуть 6 дней. Понятно. Не, ну клён-то можно тащить. Он ничем не воняет. На него волки не кидаются. Так что клён можно тащить. Вот что нельзя тащить в большом количестве, так и сырые шкуры и мясу. Будешь привлекать ненужное внимание наших серых товарищей. Наших серых дружбанов. Так, ну всё. Пора баиньки. Пора баиньки. Лук можете убрать. Он вам не нужен. Да вы уберите лук. Так. Грибы. Не туда нажал. Хотя давай туда. Что тут у нас? 52% здоровья. Не, ну мы сейчас, конечно, я там что, напился, наелся. Мы ещё, конечно, поспим 9 часов. И у нас здоровье прибавится. А прибавится по самому не балуйся. Да. Наверное. Может быть. Вряд ли. Что там? Жажда огромная, да? Ну не то, чтобы прямо огромная. Но есть немного. А. Я пить на... Пить же надо. Пить. Так, ещё у нас... Гля, я вообще стопроцентный крекер нашёл. Нифига себе. Как это вообще возможно? О, 75%. Отлично. Ещё можем чуть-чуть. Так, а спальник поднять? Сколько там вообще в нём процентов в нашем спальнике? 72. Да пока ещё, в принципе, терпимо. Пока ещё терпимо. Ладно. Тогда спим. Ещё чуть-чуть доспим. Так, что мы имеем? Раннее-раннее утро, да? Ну придётся просто ждать. Тупо ждать. Ну, давай, я не знаю. Да, давай три часика подождём. Подождём три часика. И немножечко устанем. Самую малость. Так, теперь что там попьём? Попьём. Так, у меня вода ещё наверху. Там валяется, где олени. Там ещё валяется и мясо. Там, короче, много чего валяется. Так, ну что ж. Нормально. Здоровье восстановили. Может даже на рукопашную хватить. Так, что тут у нас? Шкура ещё не высохла. Но скоро высохнет. Это 28. Это 68. Это 70. Это 80. Олени 5 не сохнет, да? Да. Ну, я сейчас сюда ещё одну притащу. Но она, конечно, будет сохнуть долго. Кишки тоже 5 суток, насколько мы помним. 5 дней сохнут. Так, ну нам парочки хватит, чтобы там чинить себе шубы. Так, это у нас... Ну, на шубу нам только один волк. А, не, у нас две шубы. У нас же две шубы. Ай, да не туда. Мне вот так надо поглядеть. Да, эту починить. Эту тоже надо починить. Эту надо починить. И эту надо починить. А, ну у меня там оленья шкура ещё валяется в том ентом. Ну и сейчас на рукавицу у меня тоже что-нибудь высохнет. А остальное пусть пока годит. Годит до ремонтной площадки. Ну, от него там тепла, на самом деле, меньше. Лучше шкурные вещи починить из кожи, то есть сделанные. Они сильнее греют. Так, я, наверное, на этом с вами, братцы мои, ребятушки, попрощаюсь. А то уже серия длинная получается. А это не есть хорошо. Всё, всем пока. Заходите в группу ВКонтакте. Принимайте участие в вопросе. Напоминаю, что стрим 25 ноября в субботу в 19.00 по московскому времени. То есть в 7 часов вечера по Москве. Всё, пока, удачи в игре. И, как всегда, остерегайтесь волков. Ибо от них вы все беды. Адьос, амигоссы.